И следующий докладчик у нас Егоров Сергей Борисович. Сейчас мы тут технически тоже немножко... И тема доклада «Отражение исторической памяти вепсов в преданиях». Сейчас мы подготовим экран. Можно подключаться уже. Сергей Борисович. Я подключился. Да-да-да. Приветствую всех участников конференции и секции. Как уже сказали, тема моего доклада – это «Отражение исторической памяти вепсов в преданиях». Несмотря на то, что предания региона обитания вепсов и сопредельных территорий стали собираться еще в XVIII веке, их систематизация и научное изучение началось только со второй половины XX века и связано с именами Неонилы Артемовны Креничной, Владимира Владимировича Пименова, Александра Александровича Панченко, Сергея Анатольевича Штыркова и ряда других ученых. Сделанные в прошлом записи, как правило, не фиксировали этническую среду бытования преданий, поэтому они обычно рассматриваются как общее наследие проживающих в регионе этнических общностей и являются составной частью северно-русского фольклорного наследия. В то же время, произведения, собранные у вепсов или отражающие их взаимодействие с русским населением сопредельных территорий, являются важным источником для исследования представлений народа о собственном историческом прошлом. Кроме использования этого источника Владимиром Владимировичем Пименовым, в дальнейшем обращение к нему было эпизодическим и только в последние четверть века появились анализирующие его исследования. Так как до недавнего времени у вепсов не существовало письменности на родном языке, то и свое историческое прошлое они осмысляли в рамках устной традиции. В настоящее время, как известно, вепсы являются билингами, что обуславливает бытование фольклорных произведений, в том числе и преданий, как на вепском, так и на русском языке. Конечно, от преданий и легенд нельзя ожидать четкой хронологии и строгой документальности, хотя, безусловно, не отражают определенные исторические события и факты, но представляют их и трактуют согласно этническим, мировоззренческим ценностям. В вепском фольклоре можно выделить несколько групп переданий и легенд, отражающих представления о своем историческом прошлом, а также характеризующие традиционные народные верования. Среди них это произведения о формировании этноса, о происхождении этнонимов, обосновании поселений, о взаимоотношениях с пришельцами и аборигенами, о кладах, о выдающихся людях, силачах, колдунах, о персонажах дохристианской и христианской мифологии. Я же рассмотрю две группы преданий вепсов. Одна группа представлена рассказами, в которых отражаются представления о заселении, освоении края, и одновременно объясняется местная этапонимия, а другая – это произведение об иных этнических или социальных общностях. Предания, отражающие представления вепсов о своем народе, его возникновении, объясняющие названия как эндо, так и экзоэтнонимов, были мы рассмотрены в других работах. Татьяна Александровна Берштам отмечала исключительную важность народных преданий для решения вопросов о заселении того или иного региона и рассматривала их в едином контексте историко-легендарной памяти. Так, в преданиях о заселении и освоении края отражается специфика природно-географических условий и связанных с ними особенностей расселения вепсов. Как правило, персонажами этих рассказов являются братья, которые основывают поселения, образующие гнездо близлежащих деревень, что является характерной особенностью традиционных поселений вепсов. Таково, например, средневепское предание о появлении деревень на берегу Саар-озера в Приоятии. В свое время приехали в эти края, от Барщины сбежали два брата – Нестер и Киприян. Вместе сначала они в Саар-озере обосновались, а потом из-за чего-то у них вышел раздор, и Нестер ушел на гору жить. Вот из-за этого стала одна деревня Киприяновская, а другая – Нестерова гора. Сходный мотив характерен и для южновевского предания о появлении поселений в районе Боб-Розера. Этот барин в Беличихе хозяйничал. Там подружился вдовой, оставил и сына, и назвали его Максимом. И сын здесь жил сколько-то, и Максимову гору поэтому поставил. На Федоровой горе его же родительские братья там сидели, двоюродные братья. Соседний барин хозяйничал также, оставил там сына Федора. Так, видишь, Федорова гора назвали. Заметим, что мотив основания соседних поселений братьями довольно распространен на русском севере, и в этом отношении вепсы не отличаются от русского населения. В то же время в преданиях проявляются и особенности, характерные для локальных групп вепского этноса. У северных вепсов, район расселения которых имеет свою специфику, связанную с близостью Онеги, происхождение наименования села Шолтозера объясняется следующим образом. Шолтозера – это по-русски, а по-вепски оригинальное название звучит как Шолтарфт, в переводе «Грести до озера». Наши предки сюда пришли именно по водным путям. Река, по которой они плыли в эти места, они ее назвали река, по которой мы гребем до большого озера, Эн-и-Альф, до Онежского озера. И название реки перешло впоследствии на название села. Одной из наиболее многочисленных групп являются предания, в которых повествуется об общностях, обозначенных различными этнонимами и соционимами, такими как Литва, Татары, Турки, Паны, Бояре, и выступающими обычно по отношению к вепсам как противоборствующая сторона. При этом предания о панах зафиксированы только на востоке Велевского ареала, на северо-западе Вологодской области. Паны здесь представляются как люди, жившие до света представления. Жители Войлахта, от которых была записана информация, связывают с ними заколдованный клад, добыть который можно необычным способом. В паньяр спрятан у панов сундук с золотом. Если сесть на берегу, придумать и спеть то ли 40, то ли 60 частушек, то сундук найдешь. Отметим, что ареал распространения произведений этого цикла охватывает обширные территории Русского Севера и Верхнего Поволжья. И сам образ панов представляется достаточно сложным. В нем, наряду с деталями явного мифологического свойства, возможно, прослеживаются черты как аборигенного, еще до вепского населения, так и вооруженную группу смутного времени начала XVII века, которые занимались разбоем на территориях, где и бытуют соответствующие предания. В южно-вепской фолькорной традиции также существует предание о кладах. Впервые одно из подобных преданий о кладах зафиксировал Александр Иванович Калмагоров, который провозил изучение этого края в начале XX века. Исследователь приводит следующие сведения. Форма этих курганов разнообразна. Иногда как бы крышей такому кургану могильной плитой служит огромный камень, который по преданию закрывал вход в пещеру, где хоронилась Чуть со всем своим добром при нашествии врагов. Я видел один из таких курганов, с ним связано предание об огромном кладе. Клад этот зарыт отдельно от кургана. Чтобы найти его, нужно отыскать брод через реку Тутака, дойти до камня в виде лошадиного седла и взять три оприща в полуденную сторону. В начале 90-х годов XX века у южных вепсов удалось записать следующее предание о кладе. В сторону Прокушева есть гора Кимяги у Бамбло-Омута, образованного рекой Лить. Жил там барин и завещал слугам, когда умрет, покатить в этот омут с горы бочку с золотом. Получить этот клад можно только, если в одну ночь лошадь родит жеребенка, мать родит сына и Бамбло-Омута застынет. Нужно тогда родившихся жеребенка и ребенка пустить на лед, и бочка злота всплывет. Обращает на себя внимание, что получение клада в южновевских текстах, как и в Вайлоходском предании о Панском озере, является малоосуществимым. По мнению Татьяны Александровны Берштам, представление о местонахождениях кладов фиксирует древнюю этнокультурную границу. В других районах обитания вепсов в качестве врагов в преданиях фигурируют Литва, Татары, Турки и Бояре. Такие предания обычны для районов проживания южных и части средних вепсов. Отметим, что похожие фольклорные произведения известны соседнему русскому населению, также группе тихвинских карел. При этом в них имеются и некоторые локальные особенности. Так, если у южных вепсов в образе врагов выступают турки, реже татары, то у средних вепсов, русских и тихвинских карел – это Литва. У вепсов указанная группа преданий позволяет исследователям выявлять средневековые могильники их предков. Коумишт, Каумишт или Каамишт или Кяпишт. В основе первого наименования лежит Алексей Макоум, Каум или Каум, со значением могила, а сам термин дословно переводится как «кладбище». Название же Кяпишт, возможно, происходит от русского «капища». Оно было зафиксировано только для обозначения могильника около ныне исчезнувшей деревни Маслова. Археологическое исследование подобных памятников было осуществлено Александром Николаевичем Башенькиным в 1991 году у Южно-Вепской деревни Чайгина. Его результаты показали, что захоронения в могильниках производились в период с XI по XVI века. Характерно, что южно-вепсы до начала середины XX века в дни поминовений своих умерших предков посещали как действующее кладбище, расположенные на Пиложском погосте и в Лепродской пустыне, так и упомянутые могильники, тем самым признавая их равнозначимость. На местах древних захоронений местное население совершало обряды, гарантирующие семейное благополучие, а также сохранность скота в период выпаса. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что эти курганно-жальничные могильники принадлежат непосредственным предкам вепсов. У южных вепсов возникновение таких могильников связывается с нападением татар или турков. Когда-то турки пришли откуда-то на нашу землю и стали бесчинство творить. Детей малых на колы изгороди сажали, у женщин груди отрезали, насиловали их. И решили тогда жители погибнуть и все с собой взять, ничего врагу не оставить. Вырыли они глубокую яму, врыли столбы в нее, на столбах помост устроили, землей его покрыли, оделись во все самое лучшее, в одежду праздничную, женщины кольца, серьги, украшения надели. Собрались все на этом месте и как только враги подошли, подрубили столбы и похоронили себя под землей. Место это камень, что называется. Кроме того, южными вепсами таким же образом трактуется и появление так называемых Нейчиден Копот – Девичьих Ям и Нейчиден Мягин – Девичьей Горы. У соседних корвальских вепсов в преданиях вместо нападающих турков фигурирует Литва. За Чубовым по дороге к Чидову находится Рятой пост. Там раньше была деревня, теперь растут большие деревья. Говорили, что Литва шла. Кто-то сказал, что люди плохие идут, издеваются над людьми. Так все жители в яму пошли и себя засыпали. Александр Иванович Калмогоров, отметив такой могильник в деревне Корвал, описал «Эти жальники представляют заповедное место, расположенное вдали от жилья и заросшее вековым лесом, которое преданиям запрещено вырубать. В последнее время жальники почитаются нечистыми. Там настроили часовни и стали хоронить самоубийц и мертворожденных детей». У проживающих южнее русских аналогичные памятники известны также. Жальники. Но они не всегда сознаются как захоронение предков, хотя в большинстве случаев такие представления все-таки имеются. Так, например, в представлениях озерян, этнолокальные группы русских, обитающие к югу от вепсов, верховьях реки Тихвинки, жальники представляют собой захоронение строителей Тихвинской водной системы, которая сооружалась в 18-м начале 19-го века. Если в выше приведенных фольклорных текстах предки вепсов выступают как потерпевшие от нашествия сторона, то у средних приоядских вепсов зафиксировано предание, согласно которому местные жители одерживают верх над врагами – боярами. Когда-то, очень давно, бояре собрались захватить наши места. Собрались вепсы из Шондович, Фелдуш, Озер, чтобы биться не на жизнь, а на смерть. И нашелся среди них один человек, который взялся показать боярам дорогу, но завел в топь. Они и потонули. И будто бы потом, и даже в наши дни, на том месте, на чистой воде, люди находили драгоценные кресты. Таким образом, в фольклорной традиции вепсов сохранились произведения, отражающие представление о возникновении конкретных поселений и их наименований, объясняющие появление мест погребения своих предков через борьбу с пришлыми врагами. И при этом очевидно, как наличие общего фольклорного наследия, так и локальных различий, связанных с особенностями формирования этнолокальных групп вепского населения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Борисович. У кого-то вопросы? Он онлайн. Ольга Юрьевна, может, у вас какие-то вопросы? Давайте я подойду. Большое спасибо за доклад. Очень интересно, тем более, что эти легенды я слышала сама. И была и в Чайкино, и в Баброзере. И действительно, знаю этих. Видно было, что... Хорошо. Добрый день. Спасибо большое, Сергей Борисович, за доклад. И, конечно, мне как Вепс очень интересна эта тема. И действительно, легенды я эти слышала. И у меня всегда был такой вопрос, а что же исторически стоит за этими сюжетами? Кто стоит за этой Литвой, за этими панами? Когда это все было? Здесь сложно сказать, когда это было, поскольку здесь могут отражаться самые разнообразные пласты исторические. Я уже упоминал о том, что, когда речь идет о панах, то это многослойное явление, связанное, возможно, еще и с довепским каким-то населением, и с событиями 17 века. Если говорить о Литве, о татарах, то эти названия, фактически, они взаимозаменяемы. И связаны, возможно, с какой-то местной традицией, поскольку, например, татары и турки упоминаются именно о южных Вепсов. И здесь, вероятно, это объясняется тем, что на землях южных Вепсов были даны какие-то поместья татарам, татарским выходцам, которые были крещены. И это каким-то образом отразилось в памяти Вепсов через более поздние, может быть, какие-то события уже 17 века, когда эти земли подвергались нашествию известных разбойничьих групп, которые в других районах ассоциировались с Литвой. Поэтому, однозначно, здесь нельзя сказать. Это нужно конкретно в каждом случае рассматривать. Ну и, кроме того, некоторые из этих названий, они являются или имеют такую мифологическую основу. А эти повествования, легенды, они на русском языке зафиксированы или на вепском? Какие-то на русском, какие-то на вепском. То есть, в том случае, если было возможно, фиксировалось это и на вепском языке. Но, если человек предпочитает на русском языке говорить, то, соответственно, эти легенды в основном и по-русски рассказывают. У вепсов есть такая пословица «Буд Литвой пройдет». Как Литва прошла, это значит, что после нее ничего не осталось. Да. Это как раз последствия, видимо, того времени 17 века, когда многие поселения оказались разрушены. В одной из деревень, это у Боуброзера, местные жители показывали даже место, где когда-то существовали остатки деревни. То есть, в этой деревне, естественно, уже давно не живут. Но там сохранилась полянка и колодец. Ну, колодец, просто это яма с водой. И вот какая-то память историческая сохранилась, что здесь когда-то проживало население до... давно очень. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, еще у Людмилы Георгиевны есть вопрос. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. На мой вопрос. Да? Слышно сейчас, да. Слышно, да? Да, да. Спасибо, во-первых, за интересный доклад очень. Я, наверное, была не погружена в тему вот вепских преданий, эту тему. И мне показалось это очень интересно. Вы сказали вначале, что вепсы являются билингами, а значит, они владеют родным языком. И в настоящее время, да? И вот мне интересно, остались ли еще такие информанты, которые помнят эти предания и могут рассказать на вепском языке? Ну, я в последнее время мало работал в вепских районах. И предания в основном записаны еще в 90-х, в начале 2000-х годов. Но я думаю, что если жители пожилого возраста, если они помнят такие предания, то я думаю, что могут рассказать. Но другое дело, что сейчас происходит, даже если они говорят по-вепски, многие термины русские проскакивают в текстах. Я могу добавить, я была в экспедицию южных вепсов два года назад. И я слышала эти предания, легенды, мне показывали места. Вот прямо вот здесь был курган, где башенки как раз копал в Чайкино. И рассказывают они и на вепском языке тоже. Есть информанты, которые способны рассказать это и на вепском языке, и довольно непреклонного возраста. Так что они еще будут жить в вепской среде, эти легенды. Спасибо, это очень интересно, потому что ситуация примерно одинаковая с корейским языком, видимо, и с вепским языком. Но очень отрадно слышать, что есть еще носители языка, которые помнят вот эту старину. И она не только живет к нему. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Сергей Борисович, у вас в чате есть вопрос, обращение к вам. Ответьте, пожалуйста. Будем двигаться дальше. У нас последний доклад.